Одесса давно потеряла звание самого зеленого города страны. Виновны в этом как чиновники, так и далекие от власти жители. Прежде всего, хозяева автомобилей. Для многих водителей любое удобное место – парковка. Улица Малиновского когда-то была одной из самых зеленых в Одессе. Проектировалась она лет 60 назад с двумя широкими газонами. Один вдоль домов почти целиком сохранился. То, что у дороги, постепенно становится ее продолжением. Участок между улицами Гайдара и Рабина так заездили, что утрамбованная колесами земля стала тверже асфальта. И продолжают трамбовать. Чтобы вскопать его и посеять траву, понадобится отбойный молоток или более мощная техника. На бывшем газоне уже даже торгуют. И не старушки какие-нибудь с мешками семечек. Стоит машина и большой лоток. Развернулись, как на базаре. Малиновская районная администрация этого не замечает. Полиция очень занята. Там серьезных преступников ловят. В департаменте городского хозяйства сидит высокое начальство. Ему не по чину такими мелочами заниматься. Если бы только здесь. А то ведь паркуются на газонах по всему городу. Ну это безобразие. Раньше не было терапевтик. Наверное, разрешили. Ну, нужно с этим бороться. Нужно делать парковки. Ну, мне мешает, конечно. Мне неприятно. Что делать? Не знаю. Наверное, власти должны решать, что делать. Плохо. Еще что-то хорошего. Ну, конечно, не нравится. И вот что нужно делать, как вы думаете? Надо, чтобы место было для парковки. Чтобы власти выделили место. Есть люди, которые конкретно отвечают за эту парковку. Надо спрашивать с них. Осталось только вырубить деревья, чтобы места было побольше. И парковка готова. А деньги можно уже брать. Почему бы и нет, если в других местах вырубают и ставят торговые павильоны? Народ повозмущается какое-то время и затихнет. Так уж у нас привыкли. Власть бездельничает или творит, что захочется, а мы молчим. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ.